Бизонте С-45 Бизонте С-45 Бизонте С-45 Что касается бронепробиваемости Здесь 236 единиц на базовом снаряде И 281 единица на голде Это при том, что у меня здесь калиброванные снаряды установлены Ну просто потому, что от вентилятора здесь толку как такового нет Ну что, берем Бизонте С-45 Поехали в бой, а там будем дообсуждать машину Итак, друзья, поехали И давайте будем начинать с ценника Ценник в 8500, ребят И я считаю, что для Бизонте это в целом нормальная цена Как для восьмерки в голом состоянии Но только если она появится за эту цену Когда-нибудь потом Просто в магазине Заходи, бери, не хочу Ну а если мы говорим с вами о новогоднем аукционе То основная идея новогоднего аукциона Отхватить себе какую-нибудь тачку по минимальной цене Я больше чем уверен, что на Бизонте цена будет падать 2 раза абсолютно спокойно И я больше чем уверен, что вы дождетесь машины по приемлемой цене Допустим в 7000 голды Сейчас за машину, как я уже сказал, просят 8500 Буквально через сутки вы, ребят, увидите ценник в 7750 Что на 750 голды меньше от стартовой цены Ну и потом цена еще немножечко опустится Неизвестно на 750 или на 500 Там разработчики немножечко переиграли идею самой вот этой вот понижайки цены И если ранее можно было смело рассчитывать на то, что на одинаковую часть от цены Будет снижаться сам ценник То сейчас разработчики меняют цену, я бы сказал, неопределенно То есть нет такого, что каждый раз по 750 минус Может быть 750, следующий раз 500 Короче говоря, не обязательно, что цена 2 раза опустится или 3 раза опустится именно на 750 золота Но я думаю, что 2 понижения цены можно, в принципе, ожидать на данную машину Что касается возможности играть на ней Первое, к чему необходимо быть готовым Это к тому, что машина не обладает какой-то существенной подвижностью И рассчитывать на то, что вы бодро будете передвигаться по карте Ну, не приходится Второе, к чему необходимо готовиться Это к тому, что у вас, ребят, не сильно точное орудие без полного сведения Я бы сказал, оно косое без полного сведения И опять-таки рассчитывать на то, что вы будете попадать постоянно белке в глаз Не приходится Но в целом, ребят, играется довольно-таки неплохо Мне лично нравится Так, откатываемся назад У меня есть 2 снаряда в магазине Которые я не побоюсь применить Но боюсь, что я не вынесу этого товарища Сейчас попробую, конечно, закинуть ему фугас Но навряд ли Ладно, переключаемся на базовый снаряд И, как видите, пока я его выцеливал У меня успел дозарядиться второй снаряд в магазине И сейчас буду делать то же самое с вот этим вот товарищем На которого, опять-таки, у меня припасено 2 снаряда Не знаю Если бы Если бы Мне просто в магазине данную машину предложили приобрести себе За, грубо говоря, там 7,5 тысяч в обычный базарный день То, наверное, я бы за 7,5 в голом состоянии данную тачку себе взял Что же касается приобретения машины за 8,5 То с натяжкой Ну а за 7 точно бы оторвал с руками Потому что танчик действительно интересный Так, отходим назад Я, к сожалению, шотный Но и против меня несколько шотных товарищей играет А значит, шансы, в принципе, у меня были К сожалению, уже были Не успел я таксовать, как говорится, назад И отхватил в абсолютно картонную морду Но это правда жизни этой машины Я не собираюсь ничего вырезать Потому что считаю, что это нечестно по отношению к моим зрителям Я всегда оставляю проигрышные бои Для того, чтобы вы видели Как машина в действительности играется в тех или иных игровых ситуациях Что может приключиться с вами в бою В зависимости от того, как будут развиваться события в этой катке для вас Ну и, соответственно, для того, чтобы вы могли полноценно взвешивать все за и против Принимая решение в отношении затрат, голды или реальных денег На тот или иной танчик или на тот или иной товар в магазине Я считаю, что это честно Поэтому, если вы за честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас Потому что нам с вами однозначно по пути Если бы была немножечко лучше подвижность у данной машины Я бы абсолютно спокойно откатился назад И минимум двоих товарищей с барабана бы вынес И, скорее всего, таким образом я зарешал бы в этом бою Хотя тоже под вопросом Потому что в конце боя оставшегося союзника бодро добрали Что касается нашей результативности 3230 единиц нанесенного урона Что в целом для Бизонте является плюс-минус стандартным показателем Когда вы на нем играете Главное помнить о том, что вы картонный И о том, что у вас есть возможность отбросить второй снаряд Но это чревато для вас крайне долгим временем до зарядки вот этого второго снаряда Что касается нашей результативности в команде То по урону мы занимаем первое место Причем с существенным отрывом от товарищей Которые с нами играли в этой каточке И составляли нам компанию Что касается наших соперников Обязательно их похвалю Молодцы, классно сыграли и одержали победу абсолютно честно За что я их и уважаю Вот такой вот он Бизонте Покупать или нет решать вам Но я бы рекомендовал пока не торопиться И подождать снижение цены Побежал снимать точно такой же экспресс-тест на Е75ТС Если вы хотите его не пропустить Прямо сейчас подписывайтесь на канал И жмите на колокольчик Который принесет вам уведомление о том, что видео по Е75ТС появилось на канале Побежал снимать А вам, друзья мои, мира И обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok